43 миллиона рублей такова задолженность по зарплате перед бюджетниками Хакассии. Часть долга на муниципалитетах, у которых просто нет денег на его выплату. Поэтому Минфин перечислил в районы и города 41 миллион рублей, чтобы закрыть вопрос. Но далее встает новая необходимость – найти миллиард 300 миллионов на очередные выплаты. Это все вкусные, с учетом выплаты и зарплаты. Держите ситуацию под контролем. Это очень важно, трудно всем. Люди должны, самое главное, вовремя получать заработную плату. Бюджетный дефицит испытывает вся страна. Виктор Зимин на заседании госсовета пообщался с коллегами из других регионов и уверяет – где-то еще хуже, чем в Хакассии. Поэтому задача – работать и зарабатывать с каждым днем все актуальнее. Не меняя тембр голоса, глава республики еще раз напомнил, что борьба должна идти за каждое предприятие и за каждого инвестора. Тем более, что республики светят весьма радужные перспективы. В начале июня ожидается подписание соглашения с Минском об экономическом сотрудничестве, по результатам которого в Хакассию могут зайти белорусы. Им интересны и уголь, и металлургия. Сотрудничество одобрено на уровне руководства страны. Президент принял такое решение, чтобы мы вставляли республиканскую промышленность в части этого соглашения. Но я бы хотел воспользоваться этим шансом еще раз республике дать момент проявить себя, показать себя и привлечь инвесторов. Также Виктор Зимин анонсировал приезд китайцев. Предприятие из Поднебесной уже выбрано для строительства марганцевого завода. Есть вероятность, что им могут быть интересны и другие производства в республике. Марина Конодакова, Станислав Колченаев, Вести Хакассия.